Найти инвестора и фактически за руку привезти его в нашу область. В этом я вижу свою личную задачу, сказал Алексей Дюмин на презентации программы «Земля силы и талантов». В программе была поставлена цель к 2021 году увеличить объем инвестиций в регион на 50% и довести его до 150 миллиардов рублей в год. Область смогла выйти на этот показатель уже в 2018 году. Благодаря активной работе по улучшению деловой среды Тульская область стабильно входит в число лидеров национального рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России. Особая экономическая зона «Узловая» — одна из самых молодых и, по оценкам Минэкономразвития России, одна из самых успешных в стране. Первый завод здесь возвели всего за полтора года. Сегодня в ОЭЗ зарегистрировано уже 11 резидентов и создано 1100 новых рабочих мест. В 2019 году в индустриальном парке «Узловая» открылся первый в России автомобильный завод «Хавейл». Завод уже выпустил более 5000 автомобилей, создано еще 1100 рабочих мест. В июне 2019 года Алексей Дюмин презентовал проект «Хавейл» лидерам России и Китая, Владимиру Путину и Си Цзиньпину. На Петербургском международном экономическом форуме была достигнута договоренность о строительстве второй очереди завода. Речь идет о локализации производства комплектующих и создании еще порядка тысячи рабочих мест. Усилил свои позиции флагман экономики — оборонно-промышленный комплекс. Тульские оружейники успешно выполняют контракты по гособоронзаказу. Кроме того, наши конструкторы и инженеры разрабатывают новые системы вооружений для армии. Начал работу крупнейший в европейской части России литейно-прокатный комплекс на базе конвертерной технологии «Тула Сталь». В проект инвестировано более 55 миллиардов рублей. Создано около 1800 рабочих мест. Продолжает расширять производство компания «Щекиназод». На 2021-2023 годы намечен запуск новых установок по производству азотной кислоты, аммиачной селитры, метанола М500, аммиака и карбамида. Это около 700 высококвалифицированных рабочих мест до 2024 года. Принято считать, что Тульскую область кормят три отрасли — ОПК, химия и металлургия. Но сегодня это уже совсем не так. Опережающими темпами развивается сельское хозяйство, в том числе за счет привлечения инвестиций. Регион вышел на второе место в стране по производству картофеля и на третье по производству рапса. Развиваются свиноводство, производство индейки и даже такие уникальные для региона отрасли, как оленеводство. Тепличный комплекс «Тульский» — один из крупных проектов не только для региона, но и для отечественного ОПК в целом. Не только оружием и промышленностью славится Тула. Это регион с богатой историей и культурой. И сегодня динамично растущий туризм увеличивает свой вклад в экономику. Тульский пряник, тульская гармония, билевская пастила — великие имена и исторические события. Сегодня в регионе делается все, чтобы бренды, которыми гордятся тулики, звучали по всей России и далеко за ее пределами. Тулу знают, тулой интересуются, в Тулу приезжают. Обновляется облик городов и поселков, реставрируются памятники истории и культуры. Создаются новые общественные пространства. Долгие десятилетия Казанская набережная была закрыта от туликов глухим забором оборонного завода. Разговоры о том, что городу нужен выход к реке, велись уже давно. Алексей Дюмин нашел решение и реализовал этот проект в рекордные сроки. Всего за год набережную удалось возродить, и теперь это любимое место отдыха горожан и туристов. На улице металлистов ведут работы по строительству музейного квартала. В 2020 году здесь откроются филиалы четырех федеральных музеев. На простаивавших площадях завода «Октава» создан творческий индустриальный кластер. Это точка притяжения для креативных людей как из Тулы, так и из других городов России. При этом было сохранено легендарное производство микрофонов. Своему статусу оружейной столицы Тула добавила несколько новых. Новогодняя столица, библиотечная столица, летом театральная столица, а еще третий музейный центр России после Москвы и Санкт-Петербурга. В последние годы Тульская область динамично развивается, усиливая традиционные и осваивая новые направления. Область становится все более современной, комфортной, привлекательной. Это наша земля. Земля, которой мы гордимся.